Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Риски нежелательных явлений, поэтому, конечно, в условиях ковид разбираться сложно. Для того, чтобы разобраться, надо все-таки начать с того, что происходит с иммунной системой при ковид. Я попытался сопоставить те факты, которые уже есть на сегодняшний день. Мы знаем, что изменения в иммунной системе при ковид достаточно характерны для злокачественных опухолей. Посмотрите, тут таблица, которая у нас есть. Что часто замечают у пациентов с ковид? Снижение уровня естественных киллеров, то есть клеток врожденного иммунного ответа, снижение клеток адаптивного иммунного ответа, цитотоксических лимфоцитов. Причем от токсических лимфоцитов зависит судьба пациента. Повышение регуляторных клеток, то есть истощение иммунных клеток, повышение иммуно-регуляторного индекса. То есть развивается иммуносупрессия, которая очень часто развивается и при злокачественных опухолях. Но она имеет совершенно разное значение прогностическое при злокачественных опухолях. Как часто такое уже есть у пациентов? Эти все частоты получены как раз в доковидную эру. Мы видим, что от 10 до 30-40% пациентов уже имеют такие заболевания. Соответственно, мы можем предполагать, что именно с этим, с тем, что у пациентов есть уже такой фон из-за злокачественной опухоли, может быть связано измененное течение ковид-инфекции у этих пациентов. Но при этом эти изменения, они весьма имеют разное значение для самого злокачественного процесса. И это значение очень часто зависит от того, какое лечение пациент получает. Здесь в зеленом отмечены те ситуации, когда вероятность ответа на лечение и выживаемость пациентов увеличивается, а в красном, когда выживаемость или вероятность ответа на лечение уменьшается. Что еще можно сказать? Как оказалось, на многих опухолевых клетках, на многих иммунных клетках, особенно на клетках врожденной иммунной системы, о чем мы забываем, экспрессируются наши любимые молекулы, о которых мы говорили все утро. Это PD-1, а также ЛАК-3 и ТИМ-3. Это те молекулы, которые в иммунном синаписе отвечают за подавление функции иммунной системы. Соответственно, мы сегодня обсуждаем как раз иммунотерапию. Когда мы говорим о иммунотерапии, мы имеем в виду анти-PD-1 и что-то еще возможно. И получается, что эта иммунотерапия весьма неинертна по отношению к ковиду. Что оказывается по поводу, как влияет вообще иммунологическая ситуация на течение ковида? Вот три кривых. Синие – это пациенты с наименьшими иммунологическими изменениями, красные – пациенты с наихудшими иммунологическими изменениями. У них больше длительность госпитализации, больше потребность кислородия. Именно это те пациенты, которые умирают от ковида. Те пациенты, у которых есть выраженные воспалительные сдвиги в иммунной системе. У злокачественной опухоли та же самая ситуация. Выраженное системное воспаление в иммунной системе – это крайне негативный прогнозический фактор. Если два тяжелых заболевания встречаются, понятно, что ситуация будет хуже. Опять-таки, роль иммунной системы в инфекции. На правом слайде красиво показано. В одном и том же исследовании изучались и факторы прогноза, и роль гематологических и негатогематологических солидных опухолей, и роль иммунной системы. Как оказалось, что самым значимым фактором оказалось количество CD8 лимфоцитов в крови у пациентов, у кого их было много, те жили и выживали, у кого их было мало, те преимущественно умерли, и в большей степени с этим, чем с наличием солидного или гематологической опухоли, при гематологических опухолях больше иммуносупрессивная терапия, ниже уровня CD8 лимфоцитов, соответственно, больше риски. А вот от характера лечения, от других факторов выживаемость особо в этом исследовании не зависела. Поэтому, конечно, когда мы говорим о пациентах о сочетании опухоли и ковид, мы должны понимать, что с иммунологической точки зрения происходит в этом процессе. Более того, у нас есть важные иные ассоциации ковида со злокачественной опухолью. Это, например, рецептор ACE2, который является входными воротами в клетку для вируса COVID-19. Этот фактор является очень важным противоопухолевым фактором и, в общем-то, обеспечивает и улучшение прогноза пациентов, он тормозит эпатериальный медицинкемальный переход, тормозит пролиферацию, он способствует экспрессии противовоспалительных и активации противовоспалительного иммунитета. И о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы хотим каким-то образом заблокировать и в качестве лечения использовать препараты, направленные на подавление экспрессии ACE2. Это для онкологического пациента может привести к ухудшению прогноза заболевания. Что еще доказано было за это время? Что есть экспериментальные только данные, клинических данных нет, что эффективность антипедиодинтерапии снижается при использовании гидроксихлорохина и азитромицина. Азитромицина – это основные препараты, которые особенно в первую волну используют для лечения ковид-инфекции. Какова роль антипедиодинтерапии в инфекционном процессе? Здесь все модели, используемые в таблице, были мышиными, провели большое исследование, анализ литературных данных. Что оказалось? На вирусной инфекции антипедиодинтерапии приводят к снижению титровируса. На бактериальной инфекции – увеличение выживаемости животных и увеличение продуктивных антител. Единственное, где антипедиодинтерапия вредит, это микобактерии, туберкулез, где отмечалось снижение выживаемости животных и увеличение бактериальной нагрузки. Микоза, то, чему мы боимся, антипедиодинтерапия, тоже повышает выживаемость и улучшает эрадикацию грибов, как ни странно. Хотя мы знаем, что это, как правило, проблема лечения иммуно-опосредственных нежелательных явлений длительными курсами глюкокортикоидов, когда у нас появляются микотические инфекции. Что касается назначения антипедиодинтерапии и ее влияния на результаты COVID-19 инфекции, тут данные противоречивы. Есть американское исследование, которое показало, что риск смерти от COVID-19 увеличивается в три раза. Есть английское исследование, которое показало, что риск смерти в Корее снижается, но вообще-то статистически незначимое снижение. Поэтому данные весьма спорные, и, конечно, много очень было информации уделено различным метаанализам. Мы знаем, что COVID-19 – это не уникальная такая инфекция, не единственная инфекция. У нас была уже третья, наверное, инфекция коронавирусная, у нас есть сезонная инфекция. И на самом деле есть данные о том, что антипедиодинтерапия, антицителя-4 терапия, они помогают нам защититься от этих инфекций в том числе, влияя на клетки иммунологической памяти, увеличивая эффективность клеток памяти, как это делается с ТЛА-4, увеличивая продукцию иммуноглобулинов М, например, и частично защищая нас от этих инфекций. Что касается рисков смерти и госпитализации у больных. Вот здесь приведены данные 2021 года, метаанализы, терапия комбинированной или монотерапия. Риск госпитализации, да, действительно на комбинированной иммунотерапии увеличивается, но риск смерти у пациента от COVID на комбинированной иммунотерапии не увеличивается. Другие виды лечения не играют значения. А вот ЭКОК, в котором происходит всё лечение, очень влияет. Мы знаем, что с расширением показаний у нас многие пациенты приходят в тяжёлом состоянии, и просят им как спасение назначить терапию. У этих пациентов в 40 раз практически выше риск госпитализации и в 4 раза выше риск смерти от COVID, который находится в тяжёлом состоянии. И, конечно, наличие симптомов, тоже симптомы заболевания, я имею в виду, имеет повышенный риск госпитализации для лечения COVID, но не влияет на риск смерти пациентов. Каковы риски смерти пациентов со злокачественными опухолями? Исследования накапливаются, и чем дальше идут исследования, тем меньше мы видим разницы в рисках умереть от COVID-инфекции у пациентов, получающих различное противопухолевое лечение. Вот пример одного метаанализа китайского хирургического лечения, химиотерапии, иммунотерапии. Все результаты незначимы, хотя у иммунотерапии создаётся впечатление, что риск несколько повышается, но, опять-таки, это статистически незначимые изменения. Другой метаанализ, уже европейский, более поздний метаанализ. Что мы видим по химиотерапии? По химиотерапии мы видим, что риск несколько увеличивается, но, опять-таки, это небольшое увеличение в модели случайных эффектов, то есть, в принципе, риск где-то в полтора раза выше при химиотерапии. На таргетной терапии он чуть-чуть даже ниже, но статистически незначимо ниже. На иммунотерапии мы видим, опять-таки, что риск всё-таки несколько ниже при проведении иммунотерапии в этом исследовании оказался, но не отличается от пациентов, не получающих иммунотерапию. Поэтому это исследование подтверждает мысль о том, что, в принципе, проведение иммунотерапии достаточно безопасно в отношении ковид. Мы можем не учитывать это. Что касается химио-иммунотерапии, здесь риски тоже никак не изменились. Это меньшее количество пациентов, меньшее количество исследований, потому что меньше гораздо показаний для проведения химио-иммунотерапии. Но это именно современная химио-иммунотерапия, то есть сочетание антипедиа-1 препаратов с цитостатиками. Как влияет вообще течение, роль перерывов в лечении из-за ковид-инфекции? Это другой важный аспект. Мы знаем, что мы, встречаясь с позитивным тестом на ковид, лечение онкологическое заканчивается, лечение ковида начинается. И пациенты находятся в самой разной фазе своего лечения. Вот здесь представлены результаты интересного исследования, которые проанализировали, что у пациентов было до начала лечения, что было в перерыве. Перерыв — это серая зона. И что случилось потом? Получились очень интересные результаты. Итак, верхняя часть пациентов, у которых эффект терапии был достаточно глубокий, которые его достигли до перерыва из-за ковид-инфекции. Перерывы были по разным причинам. Сама инфекция, контакты, локдауны и так далее. Что оказалось? Что у них у всех сохранялся полный регресс, хотя они достигли полного регресса, и он продолжается до сих пор. То есть перерыв в лечении в иммунотерапии у пациентов с хорошим ответом не имел никакого влияния. Пациенты с плохим ответом, или у которых была стабилизация всего лишь процесса, которые делали малую длительность лечения, здесь каждая строчка — это один пациент. Многие из них потеряли ответ, потом была возобновлена терапия, и некоторые продолжают лечиться, некоторые не продолжают лечиться. Здесь, конечно, очень маленькое исследование. Что мы можем сделать, какой вывод мы можем сделать? В принципе, достаточно безопасная ситуация, если пациент давно получает терапию, и у пациента достигнут уже был какой-то относительно стойкий эффект. Мы можем не сильно волноваться за пациентом, наверное, ковид-инфекция здесь ничего не сделает. Очень плохо, когда это случилось в самом начале терапии. Здесь мы можем объективно говорить о том, что мы имеем шансы потерять эффект от лечения, нам надо будет возобновлять ли эффект лечения. Наверное, этого пациента мы будем наиболее быстро ждать к себе обратно, чтобы продолжить и возобновить терапию. Что касается рисков развития нежелательных явлений, частота в развитии иммунопосредственных нежелательных явлений в условиях ковид не меняется. То есть ковид не влияет на риски развития нежелательных явлений. Единственное, что у пациентов, получающих комбинированную иммунотерапию, выше риски развития серьезных нежелательных явлений. Это 17 против примерно 4%. Но мы, в принципе, и так знаем, что у пациентов, получающих комбинированную иммунотерапию, риск серьезных нежелательных явлений выше. И что важно, что в этом исследовании тоже была выявлена зависимость между иммунологическими показателями. Это нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, которое является практически универсальным фактором риска как для прогноза онкологического заболевания, так, как оказалось, и риск серьезных нежелательных явлений в условиях ковида. В общем, иммунная система должна работать хорошо. И если мы посмотрим на риски нежелательных явлений в доковидную эру, это 2018 год, про слово ковид тогда никому не было известно, посмотрите при меланоме. Эпилюмаб-неволюмаб по сравнению с комбинированной иммунотерапией. Тут значительное снижение риска. Это все статистически значимые, естественно, показатели. Вы видите, риск монотерапии по сравнению с комбинированной терапией на 93% снижается. Поэтому то увеличение в 4 раза, которое было показано в условиях ковида, это меньшее исследование, скорее всего, цифра сопоставима. Но это, в принципе, укладывается в то, что мы знали, что комбинированная иммунотерапия, конечно, приводит к более высокому риску нежелательных явлений. Но мы не можем сказать, что этот риск увеличился в эпоху ковида. Что еще очень необычного нашлось? Что ковид, в принципе, может иногда и помочь пациенту с злокачественной опухолью. Вот был представлен такой случай, который назывался «Абскопальный эффект у больного с меланомой с заболеванием ковида». Это женщина с БРАФВ-600Е мутированной меланомой, 84 года, пожилой пациент, выраженная сопутствующая патология, сахарная диабета, фибрилляция предсердия, клиренс креатинина 40. То есть мы бы очень долго подумали, лечить ее или не лечить такую пациентку. Она получила 2 месяца терапии деброфенибом и требетенибом, кардиотоксичность, остановка лечения. То есть еще один фактор, чтобы не продолжать дальше лечить. Она получала противоболевую лучевую терапию, 20 грейна шейные лимфоузлы. Через 3 месяца после завершения таргетной терапии, то есть эффект таргетной терапии полностью исчерпан был, уже несколько сроков полового введения. И потом, через месяц после завершения лучевой терапии, у нее произошла ковид-инфекция. Она ее принесла достаточно хорошо, но, к удивлению врачей, после окончания ковид-инфекции у нее наблюдалось частичный регресс акселярных лимфоузлов. И что доктора расценили, как именно абскопальный эффект сочетания лучевой терапии и ковида. Поэтому такой вот аспект действия ковида нам тоже, наверное, надо как минимум проанализировать. Я специально немножко ускорил доклад, потому что надо дать место рассказать про, наверное, самый важный аспект эпидемии ковид, это связь иммунотерапии с вакцинацией. На это направлено, наверное, процентов 80 всех публикаций, которые сейчас есть, которые я сознательно исключил, потому что у нас Ирина Александровна будет рассказывать именно про связь с вакцинацией ковида. Но что мы можем сделать в заключение? Инфекция ковид-19, конечно, сопровождается иммунологическими нарушениями. Они очень похожи на нарушения у больных со злокачественными опухолями, потому что у всех наших пациентов снижена именно противовирусная защита. Собственно говоря, виротерапия злокачественных опухолей базируется именно на этом предположении. Поэтому именно этот факт утяжеляет несколько течений ковида и усложняет нам жизнь. Иммунотерапия сама по себе не влияет на риск неблагоприятных исходов от ковид-19. Но может обладать при этом протективным эффектом. Поэтому не надо бояться в условиях эпидемии ковида назначать иммунотерапию, потому что кого-то из пациентов мы, может быть, даже и спасём от этой инфекции, получая дополнительные благоприятные эффекты от иммунотерапии. Само лечение от ковида-19 может негативно сказаться на нашей терапии, но лечение развивается. Сейчас специфические противовирусные препараты развиваются. Их эффективность вряд ли будет влиять, потому что они уже более таргетные на воздействие. И, конечно, при повышении комбинированной терапии мы будем видеть более высокий риск серьёзных нежелательных явлений, но, наверное, этот риск не будет превышать те ожидания, которые у нас есть. Поэтому этот риск не должен влиять также на решение вопроса о назначении или не назначении иммунотерапии на основании того, что у нас сейчас эпидемия ковид-19 или какие-то неблагоприятные эпидемические условия. Спасибо за внимание.